и мы по пятницам с александром плющем в 22 00 если вы эти вырезки смотреть не будете мы их не будем больше публиковать так и знаете поэтому ставьте лайки пишите комментарии ну что саша саша был на разворот на неделе был в утреннем развороте они статья на опять стоя буквально стоя встречали грудью все новости падающие на нас расскажи пожалуйста что тебя впечатлил на этой неделе больше всего лишь что-то считаешь важным или можем хронологически с пятницы до понедельника короче как как тебе покажется правильно да черт знает на самом деле как правильно в каком порядке все это рассказывать но давай начнем с может быть наименее востребованного да а потом перейдем ну или наименее интересного есть хочешь очень быстро но про разгром тут бай в беларуси очень быстро потому что ты делал ролик об этом большой во первых и все совершенно правильно там все акценты расставил но я и и добавить тут особо нечего я единственный что так все смотрят на это в россии конечно как бы если раньше белорусские события очень волновали сейчас просто все понимают что мы на полшага отстаем или на шаг и все а с другой стороны удивительно а у них еще благать независимая пресса и она еще не одна была да это еще и был крупнейший портал да батька либерал вообще был чем вам не нравился то вот такие мысли меня одолевали на самом деле потому что самое удивительное во всем этом это то что вот тут бай про существовал до сегодняшнего дня там понятно почему на самом деле потому что ну он как-то вырос параллельно лукашенко очень давно и он был таким системообразующим и видимо его как-то не то что может быть боялись трогать это не совсем даже приходил в голову вот ну рано или поздно все приходит в голову рано или поздно все случается я узнаю что одного не могу понять но вот есть же такие диктатуры ну не диктатуры авторитарные государства до которые тем не менее не скатываются вот в эту хрень ну словом говоря казахстан вот и как как-то все еще нет может быть у них все впереди я не знаю но как-то вот хватает всего там ума и все там тоже блокировали все значит они на жж сблокированы еще когда же же был вот соответственно но с другой стороны там например нет никакого антиамериканизма или еще что-нибудь в этом духе нет никакого тут кругом враги вообще ничего подобного нет атмосфера гораздо конечно свободнее ну вот и ну как то есть это почему почему здесь у нас на этого так сказать западнее казахстана даже казалось бы уж вот но может быть я не очень хорошо разбираюсь я просто как-то побывал в казахстане меня это очень сильно впечатлило вот и смотрит на все это то что происходит в беларуси люди и я в том числе и такие а ну ну да ну вообще так и должно было быть ну и у нас так будет ну еще ну и поехали дальше вот и вот что я хотел добавить к тому что ты прекрасно отразился в ролике да но ты знаешь тоже интересно вообще несколько таких вещей во первых удивительно для меня было даже не то что тут бай продолжал существовать да и какой то вот то что там есть какие-то оплоты у нас тоже есть ну вон типа тех москвы есть там телеканал дождь есть я не знаю стрим наш такой в конце концов я аранжировал так сказать без нарядки возрастания да вот и много-много-много чего есть меня больше удивляло что они конечно в беларуси оставались то есть и что у них вот прям штаб-квартира оставался они продолжали писать и даже после того как и журналистку буквально посадили на 6 месяцев она как раз вот только только вышла и это первое такое замечание но не замечание да там примечание я бы сказал и второе что конечно в россии абсолютно всем стало плевать на про события в беларуси ну то есть вот то что происходит сейчас в россии абсолютно перекрыла все то то есть вот даже если бы сейчас случилось что-то уровня августа до прошлого августа когда вот только с произошли выборы когда только были столкновения я уверен что даже только до того интереса который был сейчас бы не было потому что ну а впечатляет когда ты сидишь да там попиваешь кофе я не знаю там в более-менее скажем так стране где ну по крайней мере фасад на нет каких-то вот массовых до поползновений нет массовых ограничений а другое дело когда такой а у вас не закрывает у нас тоже закрывает ну то есть как бы ровно то же самое да и поэтому конечно вот это вот связка до примешь когда мы обсуждали беру беларусь в прошлом году мы такие вау ничего себе вот так бывает да так жестко бывает а сейчас ну непонятно то есть реально есть какие-то сферы в которых ну наши страны могут поконкурировать да и непонятно кто еще выиграет причем я в оба конца имею ввиду и банкурировать с точки зрения там хорошего и с точки зрения плохого это конечно такое неприятное впечатление что касается ну авторитарных стран которых все получается так ну там люди по грамоте не сидят а у руля то есть у них на самом деле они чем вообще авторитарный режим отличается от авторитарной диктатуры который тоже является авторитарным режимом на более такой тотальный тотальной властью тоталитарный я бы даже сказал властью это то что фидбэк есть но то есть любой авторитаризм он и россия долгое время был авторитаризмом да потому что да она не реагировала на фидбэк в прямую но тем не менее она предпринимала некие действия да под давлением не под давлением вообще пыталась найти какие-то изъяны и как-то их золотой да в определенном смысле что-то пытались сделать сейчас этого не происходит мы видим ровно наоборот что все дыры только увеличиваются по всем направлениям и становятся только хуже что касается пресса это конечно вот симптоматично что и в россии в беларуси да вот начали прям как-то вот с нажимом я даже сказал давить и это видно вот сегодня по моему медиа ни одного не закрыли и не признали иностранным агентом несмотря на то что пятница а по устоявшейся традиции по пятницам именно это случается даже еще полтора часа есть но у тьфу 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 да конечно на будем надеяться что ничего не случится вот я видел там проводили смешные ну как смешные в кавычках смешные опросы в твиттере а как думаете какое медиа за каким медиа придут сегодня да и там с большим отрывом лидировала медиа зона за который мы очень переживаем на который всячески безусловно желаем удачи вот а так да конечно ну очень это неприятно и ты знаешь что самое неприятное вот этот давай плавно кинем мостик тогда к вот подробностям о втором чтении законопроекта с обратной силой до которая ограничивает право людей находившихся в экстремистской организации до признания экстремистским баллотироваться там есть два расширения первое ну как два расширения до два расширения которых нам сообщают это вот со слов тасса ирия новостей и с пояснениями крыши не никого и поскольку поправки это крыши не никого и блин забыл как 2 этого зовут тоже достопочтенного и неуважаемого господина сейчас клише сюда конечно крыши вот то это значит поправки скорее всего проходные и одна из вещей это как раз то что это будет касаться всех выборов это нужно для того чтобы выключить всех соответственно отколовшихся уже от штаба навального людей да мы видели что открываются независимые такие штабы избирательной кампании олег степанов бывший руководитель штаба навального в москве не бывшая руководительница штаба в петербурге начала свою предвыборную кампанию да и понятно что вот этот законопроект направлен для того чтобы из любого вида выборов этих людей исключить потому что ну выборы в госдуму понятно на них будет брошен весь ресурс который имеется у действующей власти а вот как раз выборы поменьше выборы поменьше за ними следить посложнее да и до выбора в госдуму и в госдуму в мозг гордому там отдельные конечно свои приключения скажем так заманчиво на можете спросить о них донатах значит выборы в загс и его все остальное да здесь уже особенно когда все силы будут сосредоточены на компании в госдуму здесь есть возможность для того чтобы по-настоящему независимым кандидатом да тем за кого не стыдно голосовать не потому что надо как в умном голосовании да потому что вот реально есть кандидат оппозиционный все там не людоедствует не сталинист вот что по нынешним меркам конечно очень большая редкость не смысле что все сталинисты а смысле что не пускают нормальных кандидатов и вот там это барьер для них но есть второе есть второе которое я вижу что власть очень хочет удушить распространение информации да мы видим эти поползновения мы видим как создают ru-tube и угрожают youtube мы видим как пытались что-то делать с твиттером и непонятно вроде даже в чем-то twitter действительно пошел на какие-то уступки и совершенно для меня очевидно что власть будет пытаться и дальше работать именно с этой сферой и похоже они потихонечку нащупывают как это делать про что я говорю про то что появилась формулировка по крайней мере со ссылкой опять же на тасс что все те кто поддерживают экстремистскую организацию а поддержкой в данном случае я думаю это будет специально максимально широко оставлено не будет конкретизация на этим может быть признан судей и лайк и репост и что угодно остальное это будет соответственно тоже неким запретом и может быть даже наказуемым деянием и вот это конечно серьезный будет удар потому что я неоднократно говорил и повторюсь что вот эта информация распространение информации да это важный элемент нынешней борьбы и конечно он сильно не устраивает власть потому что он мешает ей выстраивать монополию на информацию они вот делают все то есть они перекупили все медиа почти все чуть-чуть осталось перекупили почти все медиа выгнали там всех главных редакторов соответственно запугивают журналистов запрещают давай статус иностранный агент работать с рекламодателями но вот оставалась лазейка до оставалась лазейка через то что все равно формируется много независимых структур крупных малых средних мы с тобой кто угодно еще и самое главное отдельные пользователи то которые в твиттере могут что-то репост над написать все остальное и за счет этого этими отсутствие этих медиа не настолько критично и вот таким образом они додавливают вот эти аста пытаются ну намекают на то что они будут это делать и вот за этим направлением я конечно слежу наиболее пристно как тебе вот то что так быстро прошел в первом чтении вот этот замечательный законопроект об лишающий людей право избираться и его так сказать дополнительные фичи он не мог пройти медленно потому что просто чтобы быть принятым к этим выборам но вот до этой предвыборной кампании он должен пройти он должен быть подписан президентом чуть ли не до 1 июня поэтому там шансов нет никаких что значит где-то задержится значит но там до сих пор и есть непонятки потому что клише сегодня вечером это из сайта федерации аналог рашининникова то есть глава комитета по законодательству сказал что обратной силы не будет вот значит в их в их хитросплетениях хрен что поймешь потому что ранее говорили что а знаете это не обратные силы потому что лишение избирательного права это не наказание а там только наказание говорит ну в общем сегодня посмотрите мы обсуждали эту проблему утром с еленой лукьяновой и вот можно там первую часть этого ролика посмотреть отдельный ролик нас на канале их москвы есть вот и она там объясняет и вот тоже ну как объясняет там негодует я бы сказал так вот ну конечно это для того чтобы выключить можно было абсолютно любого я не знаю как насчет лайка и репоста тут объясняется что в судебном порядке будет значит это помощь организации устанавливаться но если это будет иметь обратную силу как было сказано то это закон против любого если закон обратной силы не имеет то он в общем большому счету бессмысленным потому что если объявят экстремистской организации фбк и штабы навального то естественно после этого вряд ли кто-то будет значит таким образом нарываться на то чтобы не только не поучаствовать в выборах но и возможно пойти под уголовную ответственность то есть весь смысл этого закона на самом деле в обратной силе если это обратной силы нет то нет смысла и законе вот ну посмотрим чем это дело закончится но пока судя по всему вот это чисто заговаривают зубы и похоже что будет в нем обратной силы и все его могут потом признать собственно не конституционным и даже как бы отменить хотя такого ни разу не было ну или там я не знаю доработать внести изменения там и так далее но после выборов вот до выборов он должен работать вот мне кажется его главная основная цель я думаю есть главное есть какие-то там вытекающие да потому что ну вот опять же смотри условно говоря есть канал алексей навальный он как-то завязан в том числе на фбк и вот признают фбк экстремистами вот на к на канале алексей навальный выходит расследование какой-нибудь и вот вопрос ну то есть как сейчас это взаимодействует несмотря на все запреты на сидящего в тюрьме навального и на многое остальное да это все равно эффективно ну то есть люди это видео постит ретвитит репостят и все остальное прочее соответственно если будет эта норма действовать если будет практика да как называется правоприменительно то здесь уже конечно большой вопрос и большая угроза в общем выглядит это все довольно безрадостно при этом обратная сила в законе будет в любом случае потому что даже в пояснениях там говорится о том что обратной силы не будет для тех кто поддерживал кто поддерживал финансово и все остальное но для тех кто участвовал обратная сила будет в любом случае что все равно является нонсенсом а вот так давай теперь какие-то более игривые скажем так темы более занимательные как-то поменялось ли твои отношения за последнюю неделю к выдающимся деятелю так сказать левому николай а платошкина ну как тебе сказать для того чтобы знать как она поменялась назвать какое оно собственно было ну в том плане что я и так никак не мог особенно определиться как относиться к нему ну потому что у него большая армия поклонников он такой как бы достаточно красноречивый блогер вот поклонники эти мобилизованы хорошо во всех случае в сети но впрочем они его поддерживали у суда там в каком-то количестве в общем сравнимым с тем когда у судов поддерживали там алексея навального например вот и соответственно мне кажется что там история примерно такая что значит сейчас создают всякие вот эти левые левые не в политическом плане всякие разные партии в которые заводят разных людей и пытаются значит с помощью этого как минимум оживить вот ту совершенно скудную предвыборную борьбу предвыборную кампанию которая будет вестись но одна из этих партий это вот социалистическая партия российской федерации который должен был бы или даже возглавил платошкина в общем тогда на это никто не обращал раньше никакого внимания но очевидно что существует как бы разрешенные люди и существуют не очень разрешенные люди и видимо кому-то показалось что кому-то я не знаю администрации то ли может быть в кпрф потому что вот это спрф она может она как бы должна ослабить кпрф но не должна ее победить вот не должна и составить какую-то большую конкуренцию соответственно ну например я не не сильным политологическим анализом значит обладаю ну например смысл примерно такой а если вот как бы слишком но это как как понимаешь мне кажется мы наблюдали на наблюдали грудинин 2 такой вот историю груди не допустили до выборов а это еще на стадии предвыборной кампании вот когда груди на набрал неожиданно много и от него столько не просили и наговорил слишком многовато вообще тоже как бы не для этого допускали то ну и соответственно по сусалам значит забирай примерно так же и здесь ну как то вы вы чё вы всерьез николай николаевич ну правда что ли вы вот этот там про блоги вот эта вот история там вот это социализм ну вот как там варитесь а вот это значит пойдем на улицу вот это вот сходим вот еще что-то вот это вот не надо и когда не понял это такая и может быть да это смесь скорее смесь смесь этого самого грудинина с габышева значит но только не внешне да по смыслу то есть он мог вывести за собой людей какое-то количество большое небольшое но какое-то количество не вообще люди которые могут вывести на площадь как уже мало кого устраивают их потихонечку значит неважно там договора способна не договор безопасная не опасные там считается или нет вполне возможно что вообще была история что кто-нибудь такой же донос как значит ионов на медузу сочинил и в общем он кого-то напугал вполне возможно что какая-то внутри видовая конкуренция короче значит платошкин на мой взгляд абсолютно безобидный персонаж и ну и достаточно интересный кстати как я не знаю как трибун да как человек так сказать который орудует словом вот работает словом он вполне вполне заслуживает так сказать ну внимание в том плане что он воздействует на людей да он собирает как и многим людям это нравится ну окей вот и видим как раз именно это то и не устроило и соответственно вот была такая комбинация абсолютно абсолютно такая прозрачная в том плане что конечно никто не исключал что его посадят но все говорили перед этим и мы вот с тобой обменивались мнениями прямо накануне что будет условка на будет условок требует значит пять лет сурово все бам потом условка все расходятся вот ну то есть человек как бы оказывается выключенным из политического процесса он не может избираться вот ну и все как как галямина например тоже с другой стороны на вот юлия галямина ну все и давай дальше там у себя в блоге может трендить это одна сторона медали вторая сторона медали то что вот как раз он блогер и нам показали насколько абсурдными могут быть и обвинения и доказательства и все остальное потому что то что ему ставили в вину но как бы вообще не соответствовало тому что было у него продемонстрировано в ютюбе когда он говорит мы там типа подали уведомление и значит собираемся на акцию на какую-то вот ему это вменяют как незаконную акцию потому что ее в конце концов не согласовали то есть некоторым смысле даже обратная сила на вот соответственно вот так а слушай про закон обратной силе хотел еще прогнать одну телегу извините такой флешбек очень быстро с платушки но в общем все я по сути все сказал просто я подумал что если закон с обратной силой принимается то это же прям реально контромодский закон и более того это иллюстрации прям натуральный иллюстрации что к иллюстрации иллюстрации это когда есть к это политическая элита которую бывшая политическая литка которая была и которая в наказание за то что она что-то там неправильно делала как-то угнетал народ или еще что то вот ее в наказание лишают каких-то прав ну например разбираться или занимать государственные должности или еще что-нибудь вот соответственно это ровно тоже только или это не прошлое а возможно будущее и вот ее лишают этого права но с точки зрения контромота это реально человека который во времени живет на барр это реально собственно иллюстрации есть вот так что я думаю что примерно так и происходит контромоты действуют по контромотским закон вот контромота атакует понимаю ты чё про платошкин скажешь про платошкин слушай но я думаю что достаточно точно охарактеризовал то есть на мой взгляд есть очень много персонажей я бы не сказал что их что была какая-то договоренность да но я думаю что было такое некое взаимопонимание до того что кому-то разрешается нечто для так сказать симуляции существования политики это не не в пику платошкина ему в пику многие его взгляды и высказывания но тем не менее да я думаю что это вот было вот грудинина грудининско-прохоровский элемент другое дело что сейчас очень сильно правила игры изменились и что все договоренности уже ни с кем не действуют и боятся любого вообще чиха со стороны кого угодно не подконтрольного на сто процентов я думаю ровно это произошло с платошкиным но мы должны здесь отметить ради честности что с ним это начало происходить в момент когда с остальными не очень происходило то есть и может довольно давно поместили под этот домашний арест назад до год назад мы еще не очень так сказать были ну еще не то что ничего не предвещало что-то предвещало но явно не все вот не то не только лишь завтрашний день мы можем как говорится и вот это меня конечно деталь и интересует то есть у меня есть голове некая конструкция которая могла бы это объяснить но она выглядит достаточно громоздкой не устраивает меня самого ну то есть типа домашний арест что под раскрутить потом выпускаем значит триумфатор туда сюда но по ходу дела по ходу пьесы когда решается всех задавить до меняем меняем немножко стратегию и действительно давим лишая возможности выходить лишаем возможности выходить его на выборы в госдуму а чтобы понимали выбор в госдуму сейчас может выбрать кто угодно ну то есть буквально любой человек не из единой россии и конечно николай платошкин человек с достаточно специфической харизмы надо сказать то есть она у него такая с одной стороны полуставская но с другой стороны говорит то он неплохо во первых его вот этот даренковский голос что мы обсуждали еще год до абсолютно вот такая же построенная как это называется такой же тембр построенный до такая же тональность а во вторых ну и слова он подбирает хорошо то есть его вот эта речь в суде я думаю она многих цепанул а вот это вот к обращение к отцу знаешь и вообще сам факт того что он не обращается к государству обращается к близким ну то есть человек больших талантов на самом деле медийно он талантлив чего надо признать да безусловно что у нас на особой аудитории то есть нас он может быть не очень зацепит как там своих избирателей даже свою аудиторию вряд ли мы будем там в регулярном режиме смотреть стримы платошкина или ролики но мы знаем что довольно приличная аудитория и он собственно доказал это своими цифрами он цепляет причем ты не ты знаешь вот тут мне кажется важная вещь дело не в цифрах дело вообще не в цифрах цифры вообще напускное то есть есть люди которые с гораздо большими цифрами чем платошкин реально с огромными ну то есть я не знаю будь то там слабо максима каца возьми натурально максима каца больше канал чем у николая платошкина смотри на людей которые встречают платошкина из суда ты видел вот этого видео бородихина ну то есть натурально понятно женщины мужчины возрасте но они прям кидаются они ревут они от счастья ревут да он 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 вождь он цепляет он цепляет да а поэтому тут для меня скорее дело не в цифрах а именно вот в этой такое знаешь энергетики политика это политик это настоящий политик в том плане что он да вызывает эмоции и это одно из важных свойств политика вот в любом случае до независимо от нашего обсуждения мне кажется важно подчеркнуть и от себя я это подчеркну что чего бы там не было кто бы с кем не договаривался чтобы не происходило приговор платошкина абсолютно абсурдный и дело его абсолютно абсурдное и он является соответственно человеком против которого применяются государственные репрессии ограничивающего ограничивающие его правы право даже сейчас и это неприемлемо независимо от того вот как вы там относится к платошкину какая фигура какая была идея за этим стоял и все остальное проще вот несмотря на то что мне конечно же не близки его взгляды точнее их некое отсутствие но то что с ним происходило и этот год и на этом суде абсолютно беспредел который должен быть на самом деле уголовно наказан вообще все кто и выносят эти приговоры и запрашивают эти сроки осуществляют все это и потакает этому они безусловно должны будут должны по-хорошему быть привлечены в какой-никакой ответственности так с платошкиным разобрались значит контромотами твоими ничего не будут добавлять только единственное знаю что у нас на самом деле у нас много контромотов мне кажется в том числе объяснение ну направление владимира путина контромотского она в том что у нас и много людей контромотов ну то есть мы вот всегда когда обсуждаем наши людей которые ностальгируют по советскому союзу причем по вымышленному да это что же контромоты то есть они же тоже куда-то идут но не вперед а назад а есть те кто назад идут еще дальше есть те кто ностальгирует по российской империи естественно не дня там не жив и вот много у нас контроматов и не только у нас дональд трамп недавно тоже же был над америка great америка и гена все такое вот так что мне кажется это в целом какой-то феномен контроматизма который который ты так четко зацепил только возможно ты не догадываешься его реальных масштабах я его реальных угрозах да не исключено что ну как бы мы привыкли делить людей да там например но выделить в хорошем смысле не разделять а просто власть нет так сказать идентифицировать хотя тебе это не нравится там по расам например и так далее вот но не исключено что это ложное деление на самом деле главное разделение происходит не так главное разделение происходит в течение времени для каждого человека вот но возможно просто мы еще не созрели для этого многие вообще не понимают как время может замедляться ускоряться идти в обратную сторону удваиваться опять же удваиваться в майкл вас случайно эмпирическим путем до этого можно сказать дошел вот но тем не менее дошел до ничего ничего еще все поймут не исключено что главное разделение и главная война человечества такая мировая война предстоит между людьми которые живут в разном времени а еще представьте на самом деле никто же этого не знает мы не очень понимаем и часто смешанные семьи существует и есть потомство у людей у которых значит папа условно говоря контромот а мама нет или наоборот вот соответственно есть и смешанные так сказать наверное представители у которых непонятно как течет время но может временами туда временами суда и так далее нам предстоит еще изучить это и это очень опасно взрывоопасная штука потому что конфликты эти назревают нарастают противоречия и когда-нибудь это надломится это будет совершенно неожиданно вот это будет черный лебедь так черный лебедь двухголовый один будет смотреть в прошлое один будущее я предлагаю тебе вот говорят белковский какую-то новую теорию придумал и будет ее толкать и теперь ну как говорят никто об этом не говорит кроме самого белковского но тем не менее теория есть поэтому я думаю тебе тоже надо оформить напиши книгу правда про контромота путина я признаешь представляю себе как она знаешь на самом деле нет сегодня мне один человек написал мне постоянно пишут про контромоцию путин на самом деле это очень хорошая ну попала в очень мощную почву люди заинтересовались этой идеей отклики происходит есть уже какие-то свои направления ну вот если бы не коронавирус конечно должен был быть первый фестиваль контромоции вот выездной но на природе соответственно сегодня мне написал один человек который говорит вы наверно вы просто типа отстали немного от жизни ну читали книжку одну где-то в детстве про контромоция а на самом деле сейчас самая популярная литература на всех полках попаданцы и дальше раз как я говорю да я эту телегу тоже катал про то что путин попадание просто одно другому совершенно не мешает абсолютно вот и я бы сказал это дихотомично потому что попадание в прошлое не стремится он там оказывается а контромоция идет туда на судьбы без выбора да 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 но ты не учитываешь еще одного варианта что это попадание не из будущего в прошлое а из прошлого в будущее все то попадание из прошлого вселился в путина и идет назад да и произошло это ну условно говоря на 2008 году блин саша книгу про попаданцы напишет и вообще хит они самые продаваемые в россии ты обеспечишь себе безбедную старость поэтому подумай надо до которой не доживу благодаря этой книге но а ты мне завещание ставишь так сказать ну почему вариант а почему нет обрадовал конце концов сколько мы за эти два года времени вместе провели я думаю что для маленькой строчечки там завещание для маленькой компании огромный такой секрет так далеко нас куда-то не слово возвращаемся так сказать нас уже зато смотри зато сразу донаты понимаешь не скучно и пережевывать до скоро у нас и будут художественно литературные стримы так сказать совсем отойдя бы от всего от всего вот этого политики ваш я зачитывал тут саши перед стримом сейчас а блин я сейчас уже не найду на вид план поищу в паузе тем не менее есть у нас еще некоторые темы которые остались и мне кажется твоя любимая тема этого дня это илон маска ну что строй ему взбучку с салона маска взбучку устроила любу соболь на самом деле вот какой-то такой прям по-серьезки соболь вообще мой я вам честно признаюсь все у меня теперь навсегда конфликт интересов после того как любовь соболь поддержала мои претензии к пивовару все это мой кандидат теперь навсегда пока она не сделает чего-нибудь совсем плохого если вдруг придет ну пока на если на раша туда и уйдет наверное тогда я разочаруюсь а так репутация вверх как это акции вверх стонгс стонгс да да все любая соболь акции вверх не но шутки шутками любовь соболь вообще герой без как можно там прикалывать нет просто у нее сегодня очень серьезный пост про илона маска вышел что он нас поучаствовал в пропаганде магитки там что-то x9 но она права я просто чисто к тональности на самом деле привет вот значит ну я думаю что илон маск он же что делает на самом деле всю дорогу всю дорогу все что мы о нем знаем он все что он делает он прикидывается дурачков вот весь его публичный имидж он просто реально даже не對了 он валяет дурака валяет дурака обычно довольно умные люди или очень умные люди ну вообще Маск успешный человек и, наверное, трудно отрицать, что он как бы со способностями, да, может быть даже гениальный. И даже если в конце концов все накроется медным тазом, что в бизнесе, как мы знаем, бывает, и более того, значит, человек, который предсказал кризис 2008 года в свое время, зашортил Теслу, ну, то есть поставил на то, что ее акции будут падать в ближайшее время. Это крайне интересное развитие сюжета вот сейчас будет. И те, кто смотрел этот знаменитый фильм про 2008 год, как он, ты точно помнишь, Майкл, я из главы. Игра на понижение. Игра на понижение, да, игра на понижение. Даже если там что-то непонятно, хотя там все время они говорят, что рассказывают простым языком, не всегда. Вот, то вы помните вот эту лихость, с которой все это происходило, вот, и наблюдать за этим будет крайне интересно. Я подчеркну, это не финансовая рекомендация. Не служите нас в этом вопросе. Не-не-не, абсолютно. Ну, нет, я наблюдаю не за тем, а как бы сбудется прогноз, не сбудется, вот, а, знаете, рисковать деньгами, особенно последним, не дай боже. Вот, то он, биткоин, что с ним происходит, видал, и не без помощи Илона Маска, между прочим. Ну, так вот, соответственно, Илон Маск валяет дурака, но, с другой стороны, это дураковаляние, как видим, имеет для него личный успех. Он может терять миллиарды, может, значит, как бы приобретать миллиарды. Не важно, он движется вперед. Вот, и он такая медийная фигура. Поэтому для него, вот, принять участие, да хоть даже в это самое, прям на расстреле, значит, Рахин же где-нибудь в Мьянме, принять участие в чем-нибудь, он все время останется все равно не при делах. Как бы, ну, он же дурачок, вот, ну, он же ничего такого, вот. Он и так, вы пошутили, я тоже посмеялся. Вот, он вообще пришел поговорить с юным подрастающим поколением. Дядьки какие-то были усатые, там, что-то смеялись все усы, ну и хорошо. Илон Маск, Илон Маск, приходите к нам на стрим, у нас тоже есть подрастающее поколение в виде меня, есть ментально усатые дядьки в виде Александра Плющева. Я могу усы отпустить ради такого случая, знаешь, когда они мне совершенно не идут, но тем не менее. Нет, более того, я приглашал Илона Маска, правда, еще, когда был жив в Клабхаус, просто он пригласил Владимира Путина в Клабхаус, а я говорю, ты вообще нашел кого звать-то, пошли, поговорим. Но нет, не откликнулся тогда, но у него есть шанс. Вот, соответственно, ну, для него, опять же, я думаю, что вот это вот приглашение Владимира Путина было использовано, собственно, наш, наверное, Кириенко, да, потому что это его форум. Вот, и они воспользовались этим, сказали, окей, там, ну, Владимир Путин как-то занят, тренирует кота, кота ежели угодно могу показать. Вот, собственно, а вот есть, значит, такая возможность. Поскольку, ну, любой бизнесмен, он не отрицает возможности игры на рынках, если он не идейный, есть идейные люди, которые, вот, почему нет, почему нет, почему не принять участие там, значит, не это самое. У него уже была какая-то история, когда что-то, билборды, к нему написали билборды какие-то, тоже какие-то пропутинские люди, я не помню. Нет, там что-то было в Красноярске. Вот, Краснодар, 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 да, что-то написали Илон Маск давать, он такой, ладно, что, залечу, почему бы нет. Да, ну, нет, он там что-то, по-моему, то ли видеообращение записал, то ли в Твиттере, я уж не помню, что-то, ну, как-то среагировал, как-то среагировал, была такая история. Поэтому вот он на подъем-то, поэтому я и приглашаю, вдруг, а правда, а вдруг ночью. Вот, так что относиться серьезно к этому не надо. Но тут какая история, меня больше вот что позабавило, что, конечно, пропагандисты, они фантастические, конечно, люди в том смысле, что им, в общем, не нужно никакого охвата, им не нужно ничего. Они сами себе все устраивают, они сами расскажут, что они миллионы просмотров набрали, что вся страна, затаив дыхание, смотрит этот форум их там и так далее. Сами, значит, расскажут, сами посмеются. Потому что я смотрел это в прямом эфире. Это было прямо на нашем эфире с Таней, и кто-то упомянул этого Маска. Я пошел посмотреть на рекламе, и там на обществе знания было на канале Ютуба 300 зрителей. 300, представляете, Маск выступает, 300 человек смотрят его. Ну, ладно, там нераскрученный канал, еще что-то. Это рестримили на канал Соловьев Лайв. Соловьев Лайв, чтобы вы понимали, в обычный день, когда вещает Соловьев, а он вещает не все дни недели, у него примерно 30-35 онлайн, может, побольше бывает в пике там и так далее. Ну, где-то тысячи. Там было в это время три тысячи. Ну, то есть Маск в 10 раз хуже Соловьева в этом смысле оказался. Менее интересен, 10 раз на порядок. Кто такой Илон Маск? Вот Соловьев, вот это вот интересно, а это что? То есть они вот это реально продать не могут, да и не хотят. Они даже не собираются это делать. То есть у них все, что они касаются, все превращается в какое-то низкопробное говно. Вот. И это факт не то, чтобы меня поразил, но как бы еще раз обратил на себя внимание. Вот что я хотел об этом сказать. Смотрите, значит, ход тейк первый. Мне кажется, ну, Маск не зашкварился. Ну, то есть Маск человек, который живет по приколу. Вот что мне нравится в Маске, так это его прикол. Прийти на Курином на подкаст и курить прям там и обвалить акции своей компании. Ну, то, что я называю, прикидывается дурачком, да-да-да. Он просто говорит, идите все в жопу. Ну, то есть живу, как хочу. Я особенно впечатлился однажды, когда он такой, вы знаете, что-то я захотел сделать огнемет. И они, сука, сделали и выпустили огнеметы. Херовые, слабые, по сравнению с настоящими огнеметами. Не очень серьезные. Но их все равно все тут же раскупили. И вот вообще Маск живет просто в удовольствии. И прикиньте, ты сидишь, чилишь в своем там, значит, домике, что-то там, куришь косяки или что там Маск делал в этот момент. И ты такие, слушайте, а не хотите на форуме, чтобы вас подключили по скайпу? И там пресс-секретарь президента России, значит, будет говорить, какой вы клевый парень. А вы, значит, пообщаетесь с остальными. Я бы сказал, да, конечно, да, но почему бы и нет. Типа, просто по угару. Маск, конечно, не следит за новостями из России. Он немножко вообще про другой человек. Да, то есть он и писем никаких не подписывал, и никогда по политике практически не высказывался. Только пару раз постил политические мемы у себя в Твиттере, чем вызывал взрыв в жопу. Ну, то есть он просто немножко другими масштабами мыслит. И тут ему просто такие, хотите, он такой, да что, прикольно, почему нет. Вот, поэтому мне кажется, что Маск тут абсолютно не зашкварился. Наоборот, ну, повеселился. Я думаю, он прямо от души похохотал. Я думаю, сейчас он еще сильнее хохочет от того, как, значит, российские регионы делят шкуру неубитого медведя, именно завод Теслы, которого, конечно, никогда в России не будет. Вот это можете скринить, выписывать. Дело в том, что не будет его вообще нигде, никогда в России. Ни в Тульской области, ни в Тверской области, ни в Калининграде. Кто там сейчас всыпился в эту водку, я думаю, что его не хило так кроет. Это, прости, на фоне того, что автомобильные компании так одна за другой постепенно сворачивают производство в России. Форд ушел нахрен отсюда, все так пум-пум. Он, правда, вернулся в General Motors, но скорее с продажей, нежели с производством. Вот, да, и здесь интересный момент, что на самом деле, ну, по-хорошему, это должно быть событием для Маска и для Америки, что, ну, российский там пресс-секретарь на главный форум, ну, так они его профессионал позвал, но по факту оказывается, что все ровно наоборот. Мы-то с тобой давно это знаем, но мне просто вот, ну, зафиксируем этот момент, да, что это становится главной новостью информационных агентств, аффилированных с российской властью. Вот та самая ненавистная Америка, тот самый Маск, над которым постоянно в Твиттере издевался Дмитрий Рогозин и говорил, что Маск проходимец и все остальное. И оказывается, что если этот Маск хотя бы голову повернет, то тут же его возводят в ранг национального героя, не знаю, на уровне Гагарина. Причем, еще одна интересная специфическая деталь. Людям-то, как оказалось, это нахрен не нужно. Ну, то есть, они не смотрят это, правда. Я сейчас специально проверил Натасе, где вышел перевод, на том же Соловьев Live. На Соловьев Live спустя все это время 11 тысяч просмотров у этого, Натасе 33. Ну, то есть, это наш с Сашей уровень, да, понимаете? Не в смысле, что мы-то там миллионы, ну, типа просмотров, но это там зачастую у нас больше. И вот эта вся история для власти, для филированных с ней людей, это типа, смотрите, натурально белый господин обратил на нас внимание. Причем, ну, слушайте, один из белых господинов, давайте честно. Ну, то есть, это даже не Байден. Это вот, ну, буквально Илон Маск там, типа, здорово, ребята, я пыхаю, делаю огнеметы и ракеты. И они такие, типа, вау, смотрите, он на нас глянул, он с нами поговорил 40 минут. И все, и прошел этот куда-то антиамериканизм, вот эти выбитые зубы, или что там Путин нес, да, мы вам... Все растаяло. И вот уже пресс-секретарь, который повторяет за Путиным все про врагов народа и про все остальное, расплывается в улыбке и счастлив, как будто богом поцелован, смотря на огромный экран, где даже, скорее всего, на камере от ноутбука, а не на USB-камере, как у нас Саши, судя по качеству картинки, Илон Маск просто решил потрендеть, значит, с вот этими самыми чиновниками и всем остальным. В этом есть даже что-то унизительное, если честно. Ну, то есть, понятно, что Владимир Путин не мой президент, а Дмитрий Песков не мой пресс-секретарь. Ну, все равно я чувствую, чувствую какой-то в этом... Я не знаю, какой-то укол, что ли? Типа, хочешь сказать, э, алло, прекратите, прекратите вылизывать задницу приехавшему гостю, типа, ну, как-то... Который даже не приехал. Да, да, держитесь как-то достойно, знаете, ну, как-то не показывайте, что вы настолько готовы отдаться в любую минуту, ну, то есть, вот как-то тебя возьмите в руки, потому что, ну, как-то уже неприлично даже. И вот такое у меня ощущение от вот этой всей встречи, конечно, поразительно, насколько они профокапили все это свое общество знания. Ну, то есть, мы с Сашей увидели анонс, перекинулись, и потому что была история недавно. Значит, после одного из стримов на меня в Фейсбуке захотел добавиться ко мне человек. У него было указано, что он как раз из общества знания. И там была наука, в которой он якобы специалист. Блин, что это? Ты не помнишь, как она называется? Не, не, не помню, от как это называется. Блин, сейчас я в наши переписки дойду, потому что это важно, потому что это на Саше... Ну, то есть, в 5 утра пришел этот запрос, как раз после стримов, в 4 утра пришел этот запрос, в 4.20, я бы даже сказал, ну, когда мы закончили. Собиролог. Я сначала прочитал, что он Собиролог. Я сначала прочитал, что он Собиролог. Но он Собиролог, Саша читал. Да, он Собиролог, чтобы вы понимали, что такое Собиролог. Я тогда загуглил и сейчас загуглю, мне не стыдно не знать это. Значит, Собиролог. Гиперонима-псевдонаука, так, это понятно. Определение-то мне дайте, пожалуйста. Собирология, вот. Собирология. Собирология, да, простите. Псевдонаучное направление, основной идеей которого является побуждение людей к полному отказу от употребления алкоголя путем преувеличения опасностей, связанных с ним. Представляет собой компиляцию из непроверенных фактов народного фольклора, антинаучных и маргинальных теорий, а также личного творчества авторов. Этим Собирология отличается от трезвенчества вообще, которое само по себе антинаучной идеей не является. Но там не только про алкоголь, насколько мы по ним, ну, понял я из другого определения, а вообще, ну, там, про, ну, буквально воплощенный план Дарис. И с этого момента, конечно, общество знания стало нашей с Сашей такой вот внутренним мемом, внутренней шуткой, таким кеком. И тут внезапно, ничего не предвещало, происходит вот этот форум. То есть, его начали анонсить, по-моему, дня за три до мероприятия. Единственное, анонс... Кстати, заметь, что Маска вообще не анонсили практически. Не анонсили. Ну, возможно... Анонсили Возника просто, ну, что он будет. А Маска еще не было. И, то есть, я думаю, что они сомневались до самого конца. Нет, я думаю, он просто, ну, написал. Он сидел, типа, смотрел и такой, типа, чуваки, давайте я залечу к вам на стрим. Они такие, Илон, мы только за. И, короче, по итогу, вот они как-то максимально это профокапели, никто это не смотрел. То есть, это реально транслировалось на, там, всяких ютубов, всем остальном. И, понимаете, мы бы могли сказать, что новая площадка туда-сюда, но вот Яндекс, например, да, как проводил вот эту свою, как это... Ну, Яндекс конференцию. И это надо конференцию. Да, ее обсуждали все, да, ее обсуждали все. Там в меня как-то попадало тоже какие-то ошметки и прочее. И так же, как с обществом знания, получился, например, с конференции Сбербанка недавно. То есть, она тоже была, ее 20 или 30 человек в онлайне смотрели, опять же, не тысяч. Вот, и, видимо, эти же люди и общество знания, Лисис Кириенко, как-то пиарили, причем они позвали действительно, там, хайповых спикеров, там, что-то были какие-то и Познеры, вроде, и Соловьевы, и все угодно еще. Вот, но как-то да, даже когда они пытаются что-то вот из этого... Причем, ну, дайте мне в спикеры маска, я вам это устрою, я вам покажу. А, ты знаешь, да, я начал... Вот, когда ты говоришь, дайте мне в спикеры маска, это прямо получилось. Сегодня Татьяна Становая хорошо написала, ну, как бы они спикеры-то заполучили, а что с ним делать, не знают. Вот, и получилось, как в анекдоте, когда пьяный муж приходит с работы, значит, жена его спрашивает, где он был, а он ей говорит, что же, ну, ты же у меня умная, сама что-нибудь придумай. Вот, ну, собственно говоря, примерно так, сама что-нибудь придумай, там, как-нибудь. Я просто это хорошо знаю по-журналистски, особенно, когда у тебя поток этих интервью, и ты понимаешь... Ну, естественно, мы знаем, как паразитировать на гости. Все это знают, кто занимается интервью, и что имя, оно привлекает. А чего уж там и сами не разгрешили. Вот. Вот, да, другое дело, что ты, как бы, ну, производишь какую-нибудь работу дополнительную, не просто дополнительную, а часто даже, ну, как бы, большую чек. Да, базовую плюс, да, то, что должно, как бы, привлекать, ну, не только имя, а то, что будет, будет вокруг. Это мне очень знакомо, что, а, гостя позвали, а там, чего, кто, да ладно, неважно, похайпуем на гостя, и все, разойдет. Так можно звать только генерал СВР, я считаю. Генерал СВР там мощная работа. Сам по себе он, мне кажется, может устроить перформанс. Вот лучше бы на обществе знаний генерал СВР позвали, я считаю. Не, ну, есть гости, которые тебя откровенно спасают. Ты можешь вообще ничего не делать. Например, кстати, Валерий Соловей. Вот вспомнили про генерал СВР? Вспомним и Валерия Соловья. Потому что, ну, он спасет любое шоу абсолютно. Можно представить, человек, который вообще не имеет ни малейшего представления о российской политике, чтобы он задавал абсолютно рандомные вопросы. Валерий Соловей все равно будет интересно. Но это то, что мы и называем с тобой шоумен. Это Белковский, это Невзоров, это вот-вот все вот эти замечательные люди, да. Да, ну, дело в том, что Маск, он, конечно, тоже шоумен во многом, но это такое его и очень своеобразное шоу, надо признать, которое для российского рынка, оно как-то немного такое, под углом. Да. Так, что у нас еще осталось с тобой в загашнике? А, ну, так наша любимая тема, наш конек, вакцинация. Вакцинация, конечно, все, значит, попустили мы нашими стримами, значит, Сергея Семеновича. Вот тоже, конечно, слушай, я не понимаю, как у них это работает. То есть, все, ты решил, все, я рассказываю правду, да. Я говорю, что, ребята, вакцинация у нас провалена. В полной жопе. Вы вообще не вакцинируетесь, никто не приходит, лайки не ставит, значит, и все остальное. Очень печально, при том, что до этого, ну, вы вспомните все выступления до этого. Мы опережающими темпами, там, все, сейчас вся Москва уже привита, а кто не привит, тот дважды привит, на самом деле. Не проходит и недели, точнее, проходит ровно неделя, на самом деле. Когда там, в прошлую, как раз, пятницу, по-моему, давали данные, мы с тобой еще обсуждали. Помнишь, что, типа, что столько-то привитых. И он все, снимает шляпу, которая у него была, говорит, ребята, все пропало. Типа, вы не вакцинируетесь, у нас все очень плохо. Я не знаю, связано ли это со статьей в Медузе или нет, которая зафиксировала, что вакцинация вообще не идет, фактически. Но, тем не менее. И тут же, в эту же, сука, секунду, ты думаешь, а, знаете, добавлю-ка я перчинки, а вот плюну-ка я в это блюдо и скажу, что, значит, а в Европе вот за полторы тысячи евро, а у меня нет. Там многие шутили, и мне кажется, а правда шутили, что, может, это сам Собянин летал в Европу, и там ему выставили такой счет, значит, за прививку, которую он привил с другой вакциной. Ну, типа, ну нахера ты это говоришь? Типа, все же тут же проверят, а все тут же проверили, и такие. Ну, пиздел. Вот, значит, и как тебе можно продолжать верить-то в чем угодно еще? Это рефлекс какой-то. Я знал двух человек, у меня в жизни были два человека, с которыми я был знаком, которые, вот, я думал, что патологический лжец – это, типа, ну, такое, знаешь, просто оскорбление. На самом деле нет, на самом деле действительно есть вот такое, не то чтобы отклонение, но такая специфика. Есть люди, которые действительно буквально каждую, вот, каждый день… Не могут не врать. Не могут не врать, да, причем врут по мелочам, по крупным вещам, выдумывают что-то. И, как правило, это не несет никакого им… Вообще, никакого смысла. Никакой корысти за это не стоит. Абсолютно. Ну, по-разному бывает, некоторые адаптируются, так сказать, и применяют, но вот так. И, возможно, то же самое с Собяниным. Я не знаю, потому что вообще ни к селу, ни к городу, еще там и падеж у слова перепутал. Ну, куда ты лезешь? Я не понимаю. Ты что? Ты кто сказал ему, что он хороший оратор? Ну, да, все, мы знаем, ты плохой. Ты решил выйти, сказать правду. Это хорошо. Зачем ты это добавляешь? Какой вы… И все, и теперь все, как бы, опять Собянин посмешище. В вакцине опять никто не верит, вакцинироваться опять никто не будет. Мы в той же точке, там, откуда и вышли. Как тебе наш любимый друг и наша любимая тема? Да, не, ну, надо сказать, тут надо оговориться. Ты знаешь, что на самом деле в Москве с самого начала, ну, то есть с декабря месяца, когда вся эта вакцинация началась, сделано все возможное, чтобы было хорошо с прививкой. Тут надо отдать должное, вот в этом смысле, московские власти, ну, правда, мы можем оговаривать, что у них фактически неограниченный ресурс для этого есть, что административный, что финансовый, но тем не менее… Ты имеешь в виду с технической точки зрения? Да, да, да. Организационной и технической, да. То есть, когда было мало вакцины, в Москве она была, когда было много вакцины, она была много где, эта вакцина? Ну, в смысле, в Москве, опять же. То есть, вот эти все открытия там в торговых центрах, значит, поликлиниках, везде есть она. Я буквально две, что ли, жалобы слышал на что-то. Да и то это вот, знаешь, дай бог, чтобы это самая главная жалоба в жизни была, самая страшная. Вот, короче говоря, сделано это, сделано было здорово и до сих пор, ну, как бы, вообще можно зайти в гипермаркет и шернуться вообще спокойно, выйти уже обспутненным, так сказать. Вот, но вот все, что касается… Все, что вы делаете руками, так сказать, нет, все, что как раз приходится делать вокруг этого, да, оно получается каким-то… дезавуирующим все это, вот, то есть, обессмысливающим все это, всю эту замечательную инфраструктуру, потому что все, что не делается, ну, в основном это федерального масштаба, но в Москве тоже. Как бы у тебя вот есть такой ресурс, такой широкий, значит, такие широкие возможности, где никто не ходит прививаться. Почему? Ну, вот, может быть, потому что есть какие-то проблемы, и у тебя, надо сказать, просвещенное население в Москве все-таки – конечно, каждые твари по паре, безусловно, но тут людей с высшим образованием на квадратный метр прилично находятся. Не говоря уже о том, что вся Россия-то в целом, на самом деле, у нас достаточно, ну, у нас много людей образованных, а в Москве это, я не знаю, мне кажется, тяжелее встретить человека без высшего образования. – Из высшего образования. – И это будет Александр Плющев, это сильно обращает, конечно. – Ну, он привился, понимаешь? – Да, он привился. – То есть, это не работает вот эта схема, чем раньше всех. Значит, соответственно, вот все, что не делалось, оно абсолютно бездарное. Бездарное, потому что, ну, во-первых, считается, что, ну, они действовать могут только какими-то административными средствами. Никто не может, то есть, вот выйти и на камеру просто сделать укол, тот же Собянин, они не могут, я не знаю почему, Ракова, кто угодно из Московской мэрии, Лексутов там, все прямо это, главы департаментов пошли и сделали. Вот, например, нет такого. Или даже вот они на выборы могут привлечь, там, условно говоря, там, Ньют Федермессер там и так далее, а вот вовлечь в какую-то нормальную, не просто, значит, они наклепаются или каких-то мертвых плакатов абсолютно. Я сделал прививковые, какие-то плакаты про дачи какие-то, поедь на дачу, уколись. Зачем на дачу, когда ты едешь у колодца? Вот человек видит этот билборд. У нас тут билборды висят, значит, эти самые разные люди пожилого возраста, типа лето, дача, весна, весна уже заканчивается. Вот. Надо сделать прививку. Почему? Что на даче? Кого ты встретишь? Какого, значит, это самое, крота там будешь гонять коронавирусного? Непонятно. Ну, в общем, нет нормальной компании. Олицетворяют эту компанию какие-то шарлатаны и вроде всяких мясниковых и прочих вот этих телевизионных докторов, а не нормальные врачи, которые так, в общем, иногда дают интервью, но, в общем, сторонятся, по большому счету, вот этого всего, потому что понимают, что часто это сопряжено с зашкваром, к сожалению. Нет никакой компании. Они считают, что могут только административно. Ну, они типа сказали, мы вам сделали. Они относятся к людям как к скоту. Вот в чем проблема. Как к тому, с чего можно стричь деньги, что нужно где-то ставить в стойло, с чего можно, там, так сказать, кого нужно получать голоса вовремя, там, вот, кто должен ходить с троем. Какая-то неразумная масса. Вот это вот. И эта неразумная масса отвечает им прямой взаимностью вообще. Она только, наоборот, только ждет подачек исключительно от власти, значит, всячески пытается от них скрыть деньги свои, которые с них собирают и так далее. Вот такая вот борьба, так сказать, одинаковых мальчиков. Вот. Соответственно, эта провальная компания, вот мы ее сейчас и наблюдаем. Абсолютно пущенная на самотеку. Ей не было никакой этой компании. Вот. И ужасно в этом смысле жалко московского мэра, но это же, как бы, это сочувствие, оно абсолютно улетучивает сразу после того, как он вот начинает бухать вот это вот, значит, все про... Ну, у него много таких вещей бывает. То, что иногда можно же не сказать или сказать как-то по-другому, вот, когда он про массовые беспорядки, например, говорил. Ну, это вещь политическая, возможно, там нельзя было не сказать, но тут-то никто со язык не тянул. Я больше, чем уверен, что с пистолетом из администрации президента не приходили и не говорили, Сергей Семенович, нельзя там про полторы тысячи вернуть как-нибудь про стоимость. И вот это, конечно, ужасно грустно, потому что постоянно по телевизору рассказывают о том, какие беды в Европе и как у них идет плохо вакцинация, еще и вакцина говно к тому же. И вот здесь мы добираемся до корня проблемы. И мне кажется, Саша ее красиво описал. Ты знаешь, то есть они действительно видят людей как скот, но в какой-то момент они такие, все, хорошо, мы хотим поговорить со скотом. Без обедников, правда, правда, все, мы из лучших побеждений. Но мы не умеем, типа... Ну-ка, иди сюда, ну-ка, иди сюда сидеть. Да, эй, эй, скот, смотри, типа, вот я тебя бил этой палкой, а теперь, я не знаю, поглажу этой палкой, да. И действительно, и в статье «Медузы», и вообще, ну, по, я не знаю, по любому рассуждению, о чем мы с Сашей говорим, год. Мы натурально с Сашей это год говорим. А вот эти рассказы, на которых я прервал, Саша, извини, Саша, я... Нормально, нормально, нет. Просто это хорошая иллюстрация. Когда вы по телевизору рассказываете о том, что на Западе от их вакцин все помирают, люди у телевизора не хотят колоться и вашей. Никакой. Потому что никакой вообще, потому что людям плевать на вот эту разницу. А поскольку вы умеете генерировать только ненависть, только отторжение и только обсирать, буквально у вас есть только одно отверстие в организме и занимается оно только одним делом, получая за это немаленькие деньги, то вы просто остаетесь вот импотентами в вопросе, когда действительно надо что-то сделать. Знаете, я не знаю, это как, ну, то есть, натурально ты растишь империю зла, а потом такой, блин, слушайте, а вот на секундочку надо что-то хорошее сделать. А у тебя все, у тебя штурмовики, и они не умеют ничего больше делать. И я понимаю, я вижу эту обиду у Псобянина, да, типа, сука, я вам сделал в торговых центрах эти, то есть, потому что он все равно такой абсолютно неэмпатичный человек, который проблемы не видит. И рядом с ним госпожа Ракова, причем рядом с ним по разным слухам по-разному, но как минимум его подчиненная, значит, которая, ну, буквально, ну, за день до этого, она нам прям демонстрирует, как они там все в мэрию относятся. Она говорит, ну, слушайте, вот люди, да, которые чекапы не делают, знаете, а, наверное, с вас надо брать за это деньги. А, наверное, если вы нездоровы, то вы в этом виноваты. И здесь просто та же абсолютно проблема, потому что я лично не знаю ни одного человека, который бы такой, вы знаете, я хочу жить поменьше и похуже, я хочу быть бедным и больным, мне от этого, ну, меня прикалывает. Я не встречал таких людей. Ну, то есть, почему люди не ходят в больницы? Потому что они опасаются, потому что они опасаются того, что там происходит. Они... Ну, слушай, это не только это. Это не только это, это еще и дикое неудобство, несмотря на то, что вот на все эти достижения, там, записи к врачу через приложение, там, и так далее. Ну, нам сегодня просто, мы обсуждали, нам сегодня писали об этом много. И это ад. Ну, вот запись к специалистам, ну, не к ерундам. Вот я сходил к окулистам, например, зрение проверил. Я записался за 15 минут до приема, пришел, проверили меня, выписали очки, и я пошел. Вот. А, ну, каким-то более-менее серьезным специалистам мимо терапевта нельзя. Ну, это, кстати, во многих странах так практикуется. Другое дело, что у нас это, как всегда, вывернуто через жопу совершенно. Вот. И часто эти специалисты не присутствуют в твоей поликлинике. То есть, ты должен сходить к своему терапевту, а потом поехать хрен знает куда. И когда это пенсионер, ну, соответственно, вот этот ваш любимый, значит, общественный транспорт урбанистический, вот, он исправно, значит, растрясает пенсионеров. Вот. И, соответственно, они больше теряют здоровье на этом, чем приобретают его или чем сохраняют. Вот. Соответственно, они не хотят пользоваться, прости, да. Есть такое, да. То есть, неудобство тоже часть этого. Понятно, было временное неудобство при реорганизации. Я, слушайте, у меня просто опыт хороший, поэтому я вот именно по части записи и всего остального, потому что у меня поликлиника в ЦАО, вот, и как бы у нас-то, вы сами понимаете, значит, полный фарш. И я туда приходил, но проблема с врачами остается. Я недавно общался, скажу вам по секрету, не буду называть никаких имен, с человеком, имеющим отношение к московскому, ну, министерству здравоохранения. И он рассказывал, Московское министерство, мы же Москва отдельно, Москва не Россия, как известно, отдельная страна, значит, Московский департамент здравоохранения. И он рассказывал, что там врачи, ну, просто реально, ну, худшие люди приходят в государственные поликлиники. Без негатива, с моей стороны, просто люди без компетенций вообще. Потому что все, кто обладают какими-либо компетенциями, идут в частной клинике или уезжают за рубеж. Говорят, мы там проводим тестирование, он сказал. И это просто ужас. Ну, то есть, люди не знают базовых вещей. Если вы зайдете на всякие форумы, тут вы тоже прочтете огромное количество историй про то, как врач не то назначил, при операции, значит, что-то забыли в человеке или что-то такое. Да чего говорить, у нас врачи выписывают эту самую гомеопатию. Ну, то есть, врачи выписывают гомеопатию в 21 веке, в столице России. Ну, орбидол вот это вот все. Да, 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 да. И более того, орбидол, по-моему, я не помню, но мне попадалась какая-то бумажка, что его чуть ли не при лечении к коронавирусу тоже. А, вот он, и жена мне машет, напоминает, как ей врач. Да, орбидол принес, да, мои сестры тоже принесли, да. Ну, это же жесть, друзья. Вот, и поэтому, естественно, никакого доверия к этой медицине нет. А Ракова говорит, а вы знаете, как бы, а мы с вас еще денег за это возьмем. То есть, мы сделали херовую систему, она вас не лечит, вы из-за этого туда не ходите, а мы возьмем с вас еще денег. Это же поразительное вот, и причем, я думаю, это не людоедство, в том плане, что они как бы реально не создают, они просто не понимают, типа, почему скотт недоволен. Мы же сделали, ну вот собака бегает, лает на них, вот значит ворота, да, хреновый, да, с занозами и все остальное, что им не нравится, ведь у нас так похорошела Москва. И вот это прям их просвечивает насквозь. Причем я говорю именно про московские власти, потому что, ну, вот мы обсуждали это, когда коронавирус только пошел, да, но было ощущение, что как будто только им не плевать на него, вот по первым, да, помнишь, первоначально было ощущение, что вот у них вот, ну, есть какой-то там, я не знаю, они учились где-то за рубежом или там, ну, реально у них есть в голове такой авторитаризм люкан юзкий, да, что мы сейчас придем и все сделаем хорошо, потому что, ну, в федеральных властях там просто людоеды, ну, то есть они такие, да, мы всех уничтожим и все своруем, этим мы все своруем, но мы не понимаем, почему люди недовольны. И они просто абсолютно не видят в людях людей, и они считают, что любая проблема это потому, что, ну, вот люди дерьмо, а мы это все хорошо сделали. Да, сейчас, значит, тут прямо вышла публикация новых газет, только что. Буэнос-Айрес, это столица Аргентины, обогнал Москву по темпам вакцинации почти в шесть раз. Там Буэнос-Айрес с пригородами, я думаю. Погоди секунду. В обеих столицах спутник Ви – это основной препарат. Вот, ну, нет, тут, нет, подчеркивается, прямо во второй строчке, Майкл, как будто тебя слышат. Так. В среднем около 11 тысяч жителей столицы Аргентины Буэнос-Айреса, в скобках города, не огломерили, агломерации. Жизнь. Потому что я видел неделю назад, потому что я неделю назад видел, что там, ну, Максим Миронов, я слежу по ним, и там, чтобы было уже они, ну, были больше по агломерациями самого Буэнос-Айреса, а сейчас, если Буэнос-Айрес преодолел, ну, то есть. Ну, опять стыдно, как с маском, понимаешь, опять стыдно, ну, что-то как-то неудобно, опять вакцину сделать. Ну, то есть, мы уже с тобой, каждый из нас написал, блин, по ролику про то, что, типа, уважаемая пропаганда и власти, хватит закапывать вакцину, правда. Типа, ее сделали. Еще, ты знаешь, еще есть одна проблема, что, ну, вот, абсолютно советский подход к продвижению. Говорить надо только хорошо. Для продвижения можно врать. Вот, если есть возможность что-то там передернуть или, значит, каким-то образом приукрасить, то надо это делать. И если есть какие-то проблемы или есть подозрения в проблему, то надо об этом молчать, просто не говорить ничего. Вот, вообще, и отрицать все. В глухом, в глухом отрицать. Нет никаких последствий, нет ничего. Они думают, что вот таким образом ты продвинешь вакцину. Реально. Ну, конечно, надо говорить и о недостатках, и разбирать их абсолютно, хотя бы для того, чтобы просто обезопаситься на будущее, потому что если что-то вскроется потом серьезное, то, в общем, мало-то не покажется. Это, ну, бомба замедленного действия не только в смысле здоровья людей, но и в смысле того, что это же не последний раз такое. Еще придется разочек там изобретать вакцину, еще что-нибудь в этом духе. Вот. А с другой стороны, да, бывают какие-то последствия. Ты честно рассказываешь, что вот есть такое, а есть, знаете ли, многие умершие от коронавируса. Но тогда придется признать, что у нас и смертность от коронавируса высокая. Потому что как при низкой смертности, каким образом людей, значит, стимулировать вакцинировать? У нас же смертности-то нет практически от коронавируса. Ну, официально. У нас периодически самого коронавируса не бывало. То есть, чего только не было. Временами уходят от нас, но потом как-то возвращаются. Ну, вот, чего они хотят-то, непонятно. Чего обидно Сергею Семеновичу? Ну, за что боролись, на то и напоролись. Ровно. Вот абсолютно. Абсолютно так. К вопросу, кстати, про медицину, в том числе московскую. А при этом надо понимать, держать в уме, что когда мы говорим про московскую медицину, то вся остальная российская медицина – это то же самое, но поделенная на 2, на 4, на 5, а иногда и на 10. В зависимости от того, где вы находитесь. Да, где в 50% медицинских учреждений нет горячей воды. Вот в Твиттере есть девушка, у нее ник «Сахарная княжна». И она попала в реанимацию из-за диабета. И первый раз в жизни была вот в больнице в таком отделении. И она рассказывает, в Москве опять же, она рассказывает, что это был за ужас, когда она пришла в себя. Как обращаются врачи, что за палата, как там все устроено. Ну, то есть, просто кошмар. Опять же, это Москва. Вот. Ну, окей, побомбили здесь. Значит, перемещаем. Вся московская мэрия. Ну, не вся, ладно. Большая часть публичной московской мэрии отличилась. Расследование дождя про то, что, значит, из Мосгортранса и из метрополитена увольнять распорядился лично Максим Лексутов. Максим Лексутов некогда любимый чиновник Максима Катца. Ну, значит, потом их дороги разошлись из электробуса. И вообще, Максим Лексутов, значит, человек, который любит врываться в чужие эфиры. И вот, понимаете, этот человек буквально приказом увольняет людей за то, что они зарегистрировались на какие-то сайты. Мы уже обсуждали само это увольнение, но мне здесь нравится, что у этого увольнения появилось лицо. Мелочное, жалкое лицо, которое буквально мустит за то, что про него и его сына делали расследование. Я вижу это именно так, потому что в других организациях, да, то есть там для сравнения проводился ГБУ-жилищник, ничего такого не было в обмене. То есть это не разнарядка по всем, да, это не зачистка, которую спустили сверху. Это мелочный человек, который считает себя очень большим в рамках московской мэрии и, соответственно, в рамках страны из ненависти, из вот этой жалчи берет и просто увольняет людей своим распоряжением. Опять же, еще одна там монетка в копилочку вот этой самой замечательной московской мэрии, которую у нас принято расхваливать и приводить пример, ну не у нас, Саша, мы-то только негативить можем, значит, а в целом считать, что вот это такие, знаешь, как это, либеральные автократы, такие вот, значит, политики нового типа, лавочки, скамеечки, ну да, снесли что-то, но зато красиво построили. Вот эта вся красота. Мелочные, неэмпатичные, абсолютно не оборачивающиеся на общество сборище закомплексованных людей, которые, дорвавшись до власти, ее реализовывают и не стесняются ни в выражениях, ни в собственных действиях. Все, меня отбомбило, извините, просто меня прям московская мэрия на этой неделе сильно задела. Ну, я не знаю насчет мотивов, то есть это вполне возможно и такой мотив, значит, там насчет разнарядки, не знаю, была она или нет, в любом случае, anyway, как бы тут что хочется сказать, что, во-первых, есть у нас ряд чиновников и федеральных, и там региональных, которые, ну, типа, работают, я не знаю, в Минфине, да, где-нибудь, или вот в Дептрансе. И всем своим видом. Или даже, может быть, иногда и вербально. Но сейчас-то нет, конечно, сейчас уже не те времена. Но раньше они так как бы говорили, что, ну, ребята, я же профессионал, ну, как, я вот занимаюсь, значит, вот лавочками, занимаюсь финансами и так далее. Работаем профессионально. Все, какая политика? Это не ко мне вообще. Можно было их там упрекать, там, типа, ну, все равно же режим-то тот, вы вообще в курсе, что происходит. Они, значит, всячески огораживались таким образом. Вот здесь уже огородиться невозможно. Это прямо вот конкретная политическая история, политическая деятельность, да. Не политическая деятельность в смысле борьбы за власть, а уже, собственно, во власть политическая. С одной стороны, да. А с другой стороны, еще я хотел сказать о том, что это Таня говорила, ее тейк был утром, когда мы обсуждали эту тему, что, ну, наверное, наверное, это довольно безопасно делать, если ты какую-нибудь бухгалтерию сокращаешь. При всем уважении к труду бухгалтеров. Просто они не отвечают за жизнь людей. Машинисты метро – это очень сложная профессия. И, в общем, я так понимаю, что в большой очереди в машинисты-то не стоит людей, что там, скорее, дефицит кадров. И увольняя людей, профессионалов, за их политические взгляды, помимо того, что это вообще в корне недопустимо, и как бы, ну, совсем, даже, тут даже не политические взгляды, потому что это не столько взгляды. Если человек где-то зарегистрировался, до его взглядов может быть еще три километра. Я, значит, если увольняешь вот за какую-то, да, за какой-то намек на политическую позицию, то это значит, что лояльный человек, и человек, который не будет, так сказать, представлять какую-то угрозу в смысле какой-то смуты, да, он гораздо более приемлем, чем человек профессиональный. И это, конечно, очень опасно. Опасно, ну, просто с точки зрения там, с точки зрения безопасности, извините за тавтологию. Вот, что я хотел сказать по этому пункту. Я добавлю, что любой машинист намного профессиональнее. Максима Лексутова, Анастасия Иракова и Сергея Собянина. Впрочем, планка не высока. Очень много. Я не знаю, мне кажется, если твою замечательную собаку, Шварцусю, поставить мэром города или человеком, который будет отвечать за социальную политику, и то лучше будет. Как минимум, не будет вреда, потому что его слова не смогут понять. А у них основная проблема, конечно, со словами. Знаешь, вот со Шварцусей я бы не стал экспериментировать, но в целом я понимаю, что ты хочешь сказать. Да, Шварц опасный, конечно, да, паренек. Так, ну и в целом, да, транслируя вот эту же абсолютно такую надменность власти по отношению к обществу, завершает этот у нас аккорд, конечно, Дмитрий Медведев, который реально хрен знает, откуда вылез, я не понимаю. Ну, то есть, последний раз мы фиксировали его на 9 мая на параде победы. И по ощущениям он был не то, что контромотом, а что он куда-то убежал вперед, значит, как минимум своим лицом лет на 10. Судя по всему, это были признаки некоторых злоупотреблений различными напитками. Как я предполагаю, потому что, собственно, примерно так и я выглядел в зеркале после того, как злоупотреблял подобными напитками, но там с поправкой на возраст и физиологию. Мне кажется, Майкл, сейчас классическая, это самое, не ошибка выжившего. Юристика доступности. Да, юристика доступности. Ну, нет, есть второй вариант. Возможно, Медведев утонул и разбух, значит, его воскресили, его утопленный труп его пришел на парад победы. Это вторая версия. Но первая, мне кажется, более реалистичная. Потому что сейчас на Медведев более-менее нормально выглядит, ну, как обычно. Вот, а на 9 мая прям как-то тяжко было, суть по всему. Но не суть. Суть в том, что он вырез и начал рассказывать, что, вы знаете, а может быть и принудительно вакцинировать-то россиян. Может, принудительно бахнуть. Ты как, Сашка, к такой идее? Не, я вообще к любой принудиловке отношусь резко отрицательно. Хотя вот мы говорили с Ирой Якутенко. Она говорила, что это очень эффективная штука-то. Вот, и в Советском Союзе фактически было принудительное. Я думаю, что она будет все равно. Ну, каким образом? Это не означает, что, значит, каждому придут с автоматом и вколют. Вот. Но меры воздействия, они уже применяются во многих странах. Меры воздействия, да. Да, там, например, абитуриентов не принимают в университет без прививки. Людей не возвращают с удаленки. Правда, некоторые не хотят возвращаться без прививки. Ну, и так далее. Всякие разные, и я думаю, ну, я думаю, что у нас будет то же самое. Я, кстати, вот к этому даже с некоторым пониманием отнесусь. Потому что, ну... Потому что идет угроза другим людям, с которыми ты... Уже, да, уже невозможно. Ну, вот это вот все. Я просто вижу, и я не отношусь к людям как к скоту, но часто они не понимают и человеческого языка. Вот когда с ними говоришь на человеческом языке и какими-то, ну, нормальными аргументами тебе говорят, ну, нет, я посмотрю года три, вот не отрастет ли у тебя у привившегося хвост. Вот. И тогда я посмотрю. Ну, например, я условно говорю. Вот. И когда, конечно, люди не понимают, особенно если они еще работают в каких-то сопряженных с проходом больших количеств людей через тебя, на работах на таких, условно говоря, официантом в кафе или врачом в поликлинике или учителем в этой самой школе, ну, то ты поневоле задумываешься вообще, как бы, старик, ну, может, ты как-то подумаешь. Особенно, вот знаешь, особенно, я бы кого-то точно принудительно вакцинировал. Да. В чем бы я поддержал... Во-первых, чиновников всех. Первый, вот, Медведева прям начали. Это я согласен, да. Значит, во-первых, их всех, кто, да, вакцинировал, потому что они без масок ходят. Вот они на послании президента были, все сидели без масок. Вот. И обязательно носить маски после этого, кстати. Это первое. Второе, кого бы я точно обязательно бы вакцинировал, это медработник. Вот. Потому что, ты знаешь, это прямо бич какой-то. Тут недавно идем мы с женой мимо поликлиники нашей местной, и там разговаривают две бабушки. Вот обрывок разговора вам прям... Я таких разговоров слышал миллион. Но в основном это в сети, и там, ну, в сети всегда трудно идентифицировать, кто говорит, чего, там, когда комментарии и все прочее. А тут вот перед тобой стоят два человека, и они разговаривают. И одна другая говорит, мне мой сын, а он у меня на скорой работает, сказал, ни в коем случае. 70% с побочкой и с такой тяжелой ты не выдержишь. Я бы вот этому сыну прямо вот вколол бы в самое... туда, значит, куда-нибудь. Причем из самого большого шприца. Потому что, ну, вот медицинские работники, им же люди верят, просто потому что на них медицинский халат. И все. У них медицинское образование хоть какое-то, да? Может быть, среднее, может быть, высшее. И эти сволочи, ну, просто реально тянут всю страну назад. Не всю, конечно, и нельзя сваливать на них всю вину там и так далее. Но это прямо вот реальный саботаж. Реальный саботаж. Те, кто сталкивался с коронавирусом, как правило, те, кто работают в красной зоне, те, кто сами переболели, те, кто работали с больными и так далее, они, как правило, еще, может быть, в период испытаний вакцины вакцинировали. Те, которые, значит, вот совершенно не имеют никакого отношения, физиотерапевты. Вот самые антиваксеры – это физиотерапевты. Я не знаю, почему. И работники скорой помощи почему-то. Вот, значит, две эти категории. Вот их прямо в первую очередь обязательно с лишением работы там и со всем остальным. Но на самом деле, конечно, если вот абстрагируется, говорит серьезно, «Нет, ребята, если вы не умеете работать со своим населением, ну, и со своими избирателями...» Вы же не привыкли к ним относиться как к избирателям. Вы не привыкли к ним относиться как к людям равным, как к партнерам, как к чему-то. Вы привыкли к ним относиться как к скоту. И вот в какой-то момент говорит, что-то скот не идет вакцинироваться. А давайте-ка мы его насильно шарахнем. Ну, с себя-то начни уже, наконец. Ну, вот, примерно так. Я человек-утилитар. Если бы можно было всех принудительно проколоть, и это реально бы люди прокололись, я бы поддержал эту меру. Но. Есть, как всегда, но. Моя позиция следующая. Принудительная вакцинация сработает только в тех странах, где принудительная вакцинация и не нужна. Потому что, на самом деле, мы уже сейчас, когда нет пока никакой принудительной вакцинации, да, есть только меры стимулирования, в этом нет ничего плохого, мы уже сейчас видим, как люди натурально покупают эти сертификаты. Мы видим сейчас, что это вот новый коррупционный рынок, который процветает и нормально живет. И это совершенно отвратительно. И это не то, что отвратительно. Ладно, черт с ним, что отвратительно. Коррупция плохая и все такое. Но это просто контраэффективно. Потому что хуже непривитого человека непривитый человек со статусом привитого. И вот это прям большая опасность. Особенно в больших данных. Более того, если введут принудиловку, то врачи никакого внимания не будут обращать. Ни на какие противопоказания. Да, потому что мы с тобой люди честные. У нас в обоих роликах, несмотря на то, что будь здоров, это побольше от прививки. И несмотря на то, что мы с тобой оба прокололись и оба топим, мы всегда говорим, что да, вот здесь есть случай тромба, да, вот здесь есть статистика, да, вот здесь непонятно. Потому что честность – это важный элемент. И в случае, если будет принудиловка, то врачи, сломя голову, те же самые, вот тот же самый внук, сын, что остальное, как справедливо заметили в чате, возможно, он просто ждет квартиру, поэтому не хочет, чтобы его мать вакцинировалась. То есть, значит, он же побежит вкалывать всем подряд, независимо от противопоказаний и всего остального. И это тоже большая опасность. Поэтому вот я пришел к тому, что реально принудительно вакцинировать можно только в тех странах, где принудительная вакцинация не нужна. Потому что сопротивление людей, оно никуда не денется. Да, на самом деле покупают постоянно, я слышу, каждый день слышу о том, что рынок тоже довольно сильно развит в покупке. Да, и будет только хуже. Опять же, у вас просто будет куча формально привитых людей. Вообще, я сейчас слушаю книгу про большие данные. И я, конечно, не то чтобы в шоке, но там много интересных вещей. Но представь, что у тебя есть данные о количестве привитых, на которые ты ориентируешься, принимая решения, там, я не знаю, о том, как работают рестораны, концерты и все остальное. И вот представь, что у тебя среди этих данных огромное количество сфальсифицированных данных. И это прямой путь к распространению вируса, к его мутации, к новым штаммам и, соответственно, к обесцениванию всего сделанного. Поэтому, Дмитрий Анатольевич, залезайте под ту же лавку, из-под которой вылезли, и продолжайте там храпеть. Вы не нужны. Все, вы свое отслужили, у вас был шанс. Развлекайтесь там, только не забудьте прокапываться, иначе достаточно быстро склеите лапы. Это я вам говорю, как человек, знававший таких людей. В общем, не заигрывайте с этим. Попробуйте бассейн. Бассейн отлично помогает. Из этих тем вроде у нас все. Правильно я понимаю? Нет? Вроде все. Вроде все, что мы обещали. Да, напомню вам, друзья, 4,5 тысячи людей смотрят на нас. Спасибо большое. Ставьте лайки, пожалуйста. Лайки в два раза меньше, чем просмотров. А я уверен, что всем нравится. Всем нравится наше ночное шоу. Поэтому ставьте лайки обязательно. И по пятницам в 22.00 наши стримы с Александром Плющевым. Приходите обязательно. Ну и под этим видео ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо.